Это тем более подробно обсудим с главой общественной организации Украинской аграрной ассамблеи Александр Капунц, с нами на связи Александр Рады, приветствует, здравствуйте. Здравствуйте, слава Украине. Героям слава. Александр, давайте, очень много уже сказано о этой зерновой инициативе, об экспорте зерна, но видим, что сейчас, вопреки российской угрозе, постоянной, подчеркну, угрозе, все равно экспорт зерна производится. Если не ошибаюсь, более чем миллион тонн уже экспортировано за последние дни украинской агропродукции. Можно ли сейчас продолжать наращивать, увеличивать количество экспорта зерна? И насколько вообще тогда нужна вот эта зерновая инициатива, которая была ранее, до того, как Российская Федерация оттуда вышла? Я правильно понимаю, что и без участия России сейчас также можно экспортировать зерно, но только наращивая безопасность? Давайте начнем с конца вашего вопроса, потому что тогда, когда эта зерновая сделка начала работать, она действительно была очень необходима, потому что на тот момент никто не знал, как будет себя вести Российская Федерация, насколько агрессивно, сможет ли она проводить какие-то действия гражданским судам в Черном море, не сможет. И поэтому она была действительно тогда необходима. Мы все прекрасно понимали, что на тот момент это будет тормоз для рабочего нормального процесса, но другого момента не было. После этого, я же говорю, я уже более полугода, даже месяца 9 об этом говорю, что уже это время прошло, и нам Российская Федерация не нужна. В этой сделке никакой сделки быть не может, потому что сделка подразумевает всегда обоюдные какие-то привилегии друг для друга. Ну, какие привилегии для нас от этой сделки, непонятно. Мы можем экспортировать и делаем это уверенно, это сейчас. И она не то, чтобы должна расти, а это единственный вариант для того, чтобы мы могли получать валютную выручку, и, соответственно, наши сельхозпроизводители могли получать денежные средства за выращенные с собой зерно. Да, действительно, тот кульбит, который совершила Российская Федерация 17 июля этого года, не продолжив свое участие в Черноморском соглашении, наверняка сейчас все-таки обернулся более в негативную сторону для самой Российской Федерации. Для Украины есть просто вопрос торможения этих процессов. Есть процесс, который, ну, скажем так, эти процессы умедлил, да, хотя они могли бы развиваться и двигаться быстрее, но все же, да, мы помним, как постепенно по несколько судов, да, один Балкер вышел, я вот до сих пор помню, потом это был Джозеф Шульте, который тоже вышел, но они все выходили под, как сухогрузы третьих стран, и, возможно, это все-таки дало возможность им выходить, потому что, ну, не посмелила российская сторона осуществлять обстрелы данных сухогрузов. Сейчас мы видим, эти процессы увеличиваются, и у нас с вами уже конец октября. Есть информация тоже, скажем так, позитивного характера, то, что нам сегодня озвучивают во всеукраинском аграрном совете, что все-таки есть потенциал больше, чтобы судов выходило более, из портов Одессы может выйти 2 миллиона тонн. Действительно, это хорошие, позитивные, скажем так, тенденции. Вот я тогда, Александр, в продолжении того, что Олег спрашивал, и тут в контексте воспоминаний о Российской Федерации в Черноморском соглашении, но мы видим, что и Эрдоган уже прекратил данное намерение, и даже уже не озвучивает о возврате Российской Федерации в данное соглашение, в Черноморское. Как вы думаете, так и далее будет, либо же все-таки еще будут какие-то попытки, и необходимость даже больше не попытки, а необходимость все-таки вернуть Российскую Федерацию в данном контексте при посредничестве Турции, при посредничестве ООН, потому что я всегда напоминаю нашим зрителям, что это не прямое соглашение между Украиной и Российской Федерацией, это соглашение Украины с ООН и Российской Федерацией с ООН. Да, эти попытки будут однозначны, потому что на сегодняшний момент все равно Российская, которая проходит через порты Новороссийской Атамани, она проходит в большей части через турецкие компании, поэтому Эрдоган будет стараться все равно участвовать в этом мероприятии и как можно больше показывать свою значимость в этом. На самом деле нам на это обращать внимание нельзя, если Эрдоган является нашим союзником в каком-то из вопросов мы за, если нет, мы против. И вот то, что происходило, весь ажиотаж, когда Эрдоган ехал в Сочи общаться по поводу из-за новой сделки, я говорил только одно, ну давайте дождемся, это будет просто какой-то вздох и все, потому что Путин был не готов и не готов на сегодняшний момент ни на какие сделки, да, а Эрдоган хочет получить свои финансовые коврички, которые он может использовать для поднятия своего авторитета в своей стране. То, что вы говорите по поводу того, что можно увеличить ли объемы реализации зерновых культур через черноморское направление, конечно же можно. Его можно увеличить до 6 миллионов тонн, но это, если мы говорим о мерном времени. На сегодняшний момент мы все равно должны принимать во внимание то, что если даже на каждый месяц мы будем экспортировать хотя бы около полутора миллионов тонн, мы будем держать хотя бы каким-то образом, так сказать, марку в денежном отношении, в денежном балансе. Потому что без черноморского зернового коридора, что бы мы ни говорили, о направлениях, которые там, Гургул и Эшти, все, что касается на Европу, это все перспективные направления, для этого нужно очень много работать. И если будет у нас пару минут, я об этом скажу. Александр, а в целом, если говорить о прогнозах на следующий год, мы имеем часть временно оккупированных территорий, также мы имеем территории, которые очень плот... Деоккупированные территории, но плотно заминированные. Насколько это сильно ударило по сбору, по посеву и будущему сбору урожая на следующий год? Это уже ударило, и ударило еще в прошлом году, поэтому мы особо никуда не сместились ни вправо, ни влево от этого, потому что это уже произошло. Новых территорий, спасибо нашим вооруженным силам, не захватила Российская Федерация, и минозабруднение не намного расширилось, и плюс к этому ведется оно разминирование очень полномасштабно, поэтому результаты по сравнению с прошлым годом, они не ухудшились. Но мы должны вернуться к тому разговору о том, что для того, чтобы мы вернулись к тому, что у нас было, по оценке международных организаций, потребуется около 30 лет. Поэтому говорить о том, что мы сейчас говорим о том, что Россия должна компенсировать потери нашей аграрной галузи, которая на сегодняшний момент является государственно образующей, оно должно быть как можно быстрее. И то, что сейчас планируется в международных организациях подача на арестованное имущество Российской Федерации, передать его именно в потерю финансовых недополученной прибыли Украины, это очень-очень правильно. И большая часть из этой финансовой недополученной прибыли, это и есть аграрное направление. Александр, еще уточнение. Смотрите, сейчас мы также имеем вывоз зерна непосредственно судами. Насколько реалистично в целом настроить экспорт железной дорогой? И насколько это выгодно, давайте говорить так, по времени и по финансам? Выгоднее всего это экспорт черноморским маршрутом. Это будет так всегда, сколько бы мы строили железных дорог, что бы мы ни делали. Но убирать железнодорожный маршрут ни в коем случае нельзя из-за тех рисков, которые сейчас существуют. То, что мы говорим на протяжении полутора лет, даже уже почти двух лет после начала войны, потому что нам нужно строить железнодорожную колию, узкую хотя бы до середины Западной Украины, хотя бы до Хмельницкого термополя, для того, чтобы там можно было развивать линейные элеваторы перевалочные, которые смогут переваливать на узкую колию. Мы сейчас порты Европы в большей части готовы к тому, чтобы экспортировать наше зерно, а перевалочные возможности не готовы. Каждое открытие элеватора, даже на тысячу тонн в сутки перевалки, у нас встречается очень положительно. Да, это действительно так. Но вы можете понять, что это совершенно не те объемы, которые нужны для нашей промышленности. Мы были не готовы к этому. И у нас, наших мощностей, их было предостаточно для того, чтобы экспортировать нашу продукцию. Поэтому зерновой коридор работает, и он должен работать. Все наши международные партнеры должны в этом помогать. Для этого все силы есть. И на сегодняшний момент я уже говорил о том, что может ли Россия обстрелять суда? Да, может. Конечно, может. Она может обстреливать детские сады, может обстреливать школы. Она это делает. Но, тем не менее, все в нашей стране работает благодаря тому, что мы это все понимаем. Что это может быть, но мы должны работать, и мы должны все это делать. И самое главное, что сейчас нужно от наших международных партнеров. Это ситуация со страхованием и перестрахованием зерновых грузов. Потому что сейчас ставки очень высоки. И мы не можем быть неконкурентоспособны к следующему сезону вообще на мировых рынках, если они останутся на том же уровне. Поэтому нам нужно работать с международными партнерами для того, чтобы ставки страхования, перестрахования были в рамках международных норм, те, которые в рисковых зонах существуют в мире. Александр, позвольте уточнение. То есть я правильно понимаю, что даже переход на узкоколейку для оперативного экспорта тоже не выход из положения? Абсолютно не выход из положения в полной мере. Потому что мы не сможем переваливать весь объем наших зерновых, если мы стремимся к тому, чтобы после окончания военных действий восстановить 70, а планировали мы за последние 5 лет выйти к 100 миллионам тонн. Мы, конечно же, не сможем это сделать железной дорогой. Даже если мы это будем делать, мы сами для себя экспортируя эту железную дорогу и будем увеличивать ставки по экспорту, по транзиту, по логистике. Поэтому зерновой коридор черноморский, он необходим как воздух для наших сельхозпроизводителей. Мы говорим не только о поставках сырья, мы говорим о переработке. То, к чему мы хотим прийти, к переработке, чтобы основной частью экспорта нашего становила переработка зерновых, то есть масло, шарата, мука, крупы и так далее и тому подобное. То есть даже готовый хлеб, хлебобулочные изделия, которые имеют долгий термин, срок, извините, хранения, это все то, что делает сейчас Европа и то, на чем зарабатывать добавленную стоимость. Нам нужно все это делать, это точно так же будет экспортироваться именно зерновым путем черноморским. Александр, спасибо вам огромное, спасибо огромное за участие в нашем эфире, всегда вам рады. Глава общественной организации Украинской аграрной ассамблеи Александр Капон был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.